В начале лета 2025 года группа геологов из Санкт-Петербурга отправилась в экспедицию на Кольский полуостров, в район, где вечная мерзлота постепенно отступает под давлением изменения климата. Их задачей было исследовать новые разломы и взять образцы почвы и льда. Никто из них не ожидал, что именно там они сделают открытие, которое заставит научное сообщество по-новому взглянуть на историю Арктики. На глубине около шести метров исследователи наткнулись на странный металлический фрагмент. Сначала его приняли за часть старого бурового оборудования, случайно оставленного десятилетия назад. Однако поверхность находки была покрыта необычными символами и бороздами, которые не соответствовали ни кириллице, ни каким-либо известным техническим маркировкам. Металл оказался удивительно устойчивым. Несмотря на долгие годы в льду, он не имел ни следов ржавчины, невидимых повреждений. Когда находку доставили в лабораторию в Мурманске, спектральный анализ показал поразительные результаты. Сплав включал в себя элементы, которые в промышленности обычно не сочетают. Титан, никель, редкоземельные металлы и неизвестную примесь, не подающуюся классификации. Ученые признались, что такого состава они никогда не видели. Но самое удивительное ожидало исследователей позже. Внутри металлической оболочки находился небольшой полый отсек, где сохранились фрагменты органического происхождения, тонкие волокна, похожие на остатки ткани. Радиоуглеродное датирование дало противоречивые результаты. Часть образцов указывала на возраст около 200 лет, а другая часть на более чем 10 тысяч лет. Это поставило специалистов в тупик, как один и тот же объект может содержать материалы столь разных эпох. Некоторые ученые предположили, что находка может быть связана с военными экспериментами времен Холодной войны. Но историки быстро отметили, на Кольском полуострове не велось подобных проектов, а уровень технологий, отраженный в этом предмете, явно превосходил разработки середины 20 века. Академик Игорь Лебедев, возглавлявший исследовательскую группу, заявил, «Мы привыкли считать Арктику регионом с понятной и прозрачной историей освоения. Но эта находка рушит привычные представления. Если это артефакт человеческого происхождения, то мы должны пересмотреть часть истории науки и техники. Если нет, нам придется признать, что в нашей планете все еще есть тайны, которым мы пока не можем найти объяснения. Научные журналы пока не спешат публиковать окончательные выводы, так как данных недостаточно. Артефакт сейчас перевезен в Москву, где его исследуют в Институте кристаллографии и Институте геохимии РАН. В СМИ обсуждаются самые разные версии, от древних цивилизаций до гипотез о внеземном происхождении. Одно можно сказать точно. Находка, сделанная в далекой мерзлоте севера России, открыла новую главу загадок, которые еще предстоит разгадать. И, как признаются сами ученые, это лишь начало.